Покупая окно, не забудьте поинтересоваться в фирме, которая продает окна о дополнительных аксессуарах, которые могут существенно расширить возможности вашего будущего окна. Подоконник – очень важная деталь, которая придает законченность окну в его нижней части. В качестве материала для подоконника в основном используется пластик или плита МДФ, гармонично сочетающийся по цвету и материалу с пластиком в окне. Порой появляется желание сделать подоконник как можно шире. Для чего? Для того, чтобы поставить туда как можно больше. Но не всегда это правильно. Часто это становится причиной выпадения конденсата. Если я делаю подоконную доску очень широкой, то тем самым я препятствую теплому воздуху от батареи дополнительно обогревать оконный блок. Зимой гарантированный конденсат. При делении окна на две части рекомендуется с одной стороны иметь поворотно-откидную створку. Она будет использоваться для проветривания помещения, а с другой стороны просто поворотную створку. Не стоит экономить, выбирая глухое, не открывающееся окно, особенно если вы живете высоко. Поворотная створка позволит вам не только интенсивно проветривать помещение, но и легко помыть окно снаружи, без необходимости осваивать альпинистское снаряжение. Ну мне почему-то кажется, что если створка бы просто открывалась, было бы попроще.